здравствуйте друзья я сегодня расскажу вам и покажу как можно модернизировать простой гидравлический пресс у нас на производстве вот таких прессов много было ну как для вырубки детали их много это очень простой пресс тут только два магнита вот это вот этот пресс я нарисовал вот схему примерно как выглядит вот это сам станина здесь гидроцилиндр здесь находится штамп это панель оператора суд управляет это масляный бак внутри гидронасос двигатель предохранительный клапан обратный клапан распределитель вот это такая простая схема и это гидравлическая схема этого пресса принцип очень просто делаешь пуск двигатель включается кнопку 1 кнопка 2 одновременно нажимаешь это вниз спускается шток вырубить деталь руки убираешь это опять вверх поднимается я потом подробно видео расскажу как это все получается теперь я этот схему покажу вот я здесь взял электрическую схему этого пресса простая схема вот автомат стоит пускатель теплозащита двигателя двигатель вот отпускатель электромагнит первый второй здесь реле можно поставить вот ардуиновский блок питания 5 вольт конечный выключатель века 200 и 4 кнопки вот это здесь я нарисовал как все это соединить вот это такая простая схема так теперь логику покажу я сначала логику делал на овен логика вот среди программирование вот овен логик здесь легко его программировать здесь ну как сказать здесь есть вот это можно испытывать его симулятор есть можно испытать кому я здесь делаю схему вот его симулятор включили там вот и запустили и здесь сразу видно где чего где нули где единицы допустим пусте двигателя делаешь вот нажал кнопку вот двигатель включился вот здесь загорается это стоп все сбросился вот это конечный выключаться когда конец не выключаться включен это электромагнит первый выключен вот это второй магнит включается это верх поднимается до конечника доходит раз отключает и здесь отключился а это руки управления я сделал чтобы вот это целях безопасности вот кнопка в один кнопка 2 готовое время одновременно надо нажать раз нажали раз нажали и все так да я тут еще задержку делал так включился выключился раз если один включить больше двух секунд держать это уже второй не будет включать уже магнит не будет включаться включен не включается и выключи ли обе одновременно надо задержка две секунды это стоит 2 секунды вот здесь две секунды задержку взял вот две секунды надо успеть будут печене двух секунд его включат раз рас включили и это включился еще здесь задержку мне один секунд стоит для того сделано, чтобы обе магниты одновременно не включились, можно его не сделать, но я делал так лучше, мне кажется. Так, кнопки отпускаем, вырубился. Вот такая простая логика. Я здесь его как бы настрою, настраиваю, чтобы как работоспособная схема у меня уже получается, я сюда перевожу все это на flprog. Вот здесь уже могу программировать, чтобы артуин мог программировать, а то я не могу так программировать. А здесь с функциональными блоками легко точно так же, там, ну посмотрите, в выходе у меня две, а тут еще один, там нет еще. Вот в выходе, какие пины здесь. Так, электромагнит первый, девятый пин, второй, десятый пин, и двигатель восьмой пин, и входы тут. Так, кнопка один, кнопка два, пин пять, пин шесть, потом конечный выключатель. Четвертый пин, пуск, второй пин, и стоп-три пин. Вот это пять пинов тут используется. Да, я еще хочу тут сказать, здесь везде я вот это ставил инверсию ставил, там везде вот это подтягивающий резистор стоит на входах, а это подтягивает к плюсу. Поэтому надо минус туда подавать, чтобы работал, и там в схеме тоже посмотрите, вот здесь тоже, вот минус надо на кнопки подавать, потому что там подтягивающий резистор стоит на плюс, это уже внутри процессора так этот вот так то есть это я переделывал это ну как сказать это так не актуально вот как бы это переделывать это очень простая схема просто вот попробовать или думать давай попробуем на артуину посмотрю что получается и я еще это сделал видео взял все это как работает сейчас я видео включу и вы посмотрите как это все происходит итак друзья перед вами макет простого гидравлического гидравлического пресса что здесь это такое я сейчас вам расскажу вот это станина гидравлического пресса на стене находится гидравлический цилиндр здесь что ходит здесь штамп устанавливается здесь панель оператора находится так на гидравлическом прессе вот это здесь это емкость емкость внутри масло находится здесь гидронасос гидрона сверху двигатель крутит вот этот гидронасос давление дает масло так идет через это обратный клапан и здесь еще предохранительный клапан при помощи вот этого как винтель наладчики устанавливает этот давление если там перемещает он оставлю туда спускает ну как стабилизатор наш работает установил сколько здесь манометр должно быть вот показывает установили сколько и столько будет вот это гидравлическая схема это насос это фильтр двигатель обратный клапан обратный клапан вот это предохранительный клапан а это распределитель вот это распределитель так включили двигатель ,mas ode дал сюда обратный клапан открывался но будет как дает работать обратный клапан одну сторону масло пускает другую нет идет суда масло распределитель когда обе магнита выключен не масло обратно вот сюда вот через это сюда бак обратно идёт, когда, допустим, один из магнитов включается, допустим, М1 включился, внутри распределитель там переключается это, масло перестаёт сюда сливаться, он уже по этой трубе, вот идёт цилиндр, сверху цилиндр наполняется, давит шток, шток вниз, идёт, отсюда остаток масла вот так через этот распределитель сливается, и, допустим, кнопки отпустили, шток, электромагнит второй включается, шток вверх поднимается, вверх поднимается, ну, здесь уже наоборот, вот здесь вот сжимасло вот отсюда поступает, остатки вот отсюда опять туда сливаются, это вверх поднимается, а это у нас конечный переключатель, вот он, когда внизу, вверх поднялся, раз, сработал, сработал, этот электромагнит вырубился, сейчас покажу, как это всё работает, вот, стоп, пуст двигателя, взяли, потом, вот, две кнопки надо одновременно нажать, чтобы, чтобы этот включился, вот это, электромагнит один включается, масло сюда попадает, вот сюда, сверху давит, и начинает шток внизу опускаться, шток опускается, и этот, конечный выключатель срабатывает, отключается, вот, вот отключился, отключился, отпускаем, электромагнит второй включается, это шток вверх поднимается, вот дошёл до конечного выключателя, конечный выключатель сработал, электромагнит выключился, и этот, всё вырубается, движения нету, только двигатель работает, вот эта кнопка один, кнопка два, для чего сделано? Это в целях безопасности, чтобы рабочий, который работает на прессе, обе руки заняты были, если вот одну кнопку оставляют, с одной работают, и может палец там, или руку случайно там может оставить, из-за этого, и здесь ещё такая вещь есть, вот, одну кнопку нажал, и если больше двух секунд, второй нажимаешь, это не будет включаться, это из-за того, что вот это, иногда на производстве рабочие начинают вот это, одну, закорачивают вот одну кнопку, то есть там, привязывают чем-то, и одной рукой начинают работать, чтобы быстро работают, и часто бывает несчастный случай, из-за этого сделано так, вот посмотрите, вот, я кнопку нажал, держу больше двух секунд, нажимаю, он не будет включаться, вот этот второй магнит, сейчас обе вместе, вот, включаю, вот он включился, но там я ещё раз, там задержку чуть взял, полсекунды, задержка из-за того, что вот обе магнита одновременно не включались, а то могут включаться, вот допустим, сейчас я, не знаю, видно, не видно, у меня камера неправильно стоит, вот я нажимаю, вот включился, отсюда масло поступает, вот начинает вниз спускаться, вниз спускаться, вниз, вот вирубель, вирубель детал, я отпускаю, вот второй электромагнит включается, вот это начинает вверх подниматься, поднимается, поднимается и срабатывает конечный включатель и вирубель, всё перекращается, вот принцип работы такой. простая схема, скажите, почему на Ардуино, тут просто, я хотел попробовать в своей силе этот, как бы, на Ардуино попробовать, как это всё получится, ну и из-за этого, здесь можно, конечно, вот не модернизировать так, на самом деле, вот это пресс, там, в электрошкафу у него два, три пускателя, один двигатель включает, два пускателя для вот этих движений, и ещё плюс реле времени стоит, вот, для вот этих двух, двух рук и вот это управление, чтобы руки там не оставляться, вот, там простая схема, можно и не делать, просто вот, в своей силе попробовать, я решил посмотреть, как это всё на Ардуино можно делать, вот и всё, о чём я хотел вам сказать, спасибо за внимание, всё вроде. всё, что я хотел вам показал, сейчас вы скажете почему-то подробно, это подробно, потому что есть много людей, которые вот гидравлику не знают, некоторые электрику не знают, некоторые что-то не знают, ну, может кому-то интересно будет, вот гидравлическую схему читать, здесь всё просто, там, ну, если электрический, электрический схем, умеете читать и гидравлику, я поэтому так подробно, есть молодые люди, которые ни разу не видели вот эти вещи, есть опытные, которые многие лет работают и будут смеяться надо мной, сказать, что это такую простую вещь целая, но это начало, я думаю, вот, начнём вот это, с самого вот, простого, всё сложнее и сложнее, и посмотрим, что в конце будет выходить. Вот, вроде всё, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок